На самом деле представлюсь, я очень рад, что многие меня знают. Павел Рева меня зовут, начальник управления электронной коммерции и открытия. Я до этого сам руководил текущей деятельностью финтех-стартапа в течение пяти лет, поэтому все тематики мне достаточно знакомы. И, наверное, сейчас я про наболевшие расскажу. Но на текущий момент очень много идей в финтех-сообществе, множество новых технологий, платежных инструментов. То есть там я просто так перечислю авторизацию посредством ультразвука, какие-то всевозможные кошельки, прямое дебетование счета, в том числе, кстати, и озвучивается как проблема управления счетом. Но на самом деле все проблематика в коммуникации с ними зачастую складывается с тем, что в целом всю платежную инфраструктуру, из чего она устроена, очень многие финтех-евангелисты, так сказать, они недостаточно хорошо просто понимают, как все это устроено, для чего все это нужно, и самое главное экономику всего этого процесса. И я вот хотел просто рассказать о наболевшем, то есть именно вот просто рассказать подробно в цифрах, из чего же состоит у нас платежная инфраструктура. Коллеги, можно пройти здесь по несколько свободных... Я на самом деле расскажу, все так понятно. На самом деле самых два главных элемента в платежной инфраструктуре – это плательщик и мерчант. То есть это тот, кто платит, и тот, кто принимает деньги. И они на самом деле принимают основные решения. И начнем вот с плательщика. Вот так, ага. Вот. Способ пополнения. То есть на самом деле сам плательщик зачастую решает, как он будет пополнять средства платежа и какое средство платежа. И тут вот интересный момент. Сколько вот стоит, кто знает, какая рыночная стоимость пополнения сейчас? Сколько платят? Как вот вы думаете? Ноль. Ноль? Это по зарплатному проекту. А если вы создаете новый инструмент, то рынок 0,7%. Сколько партнеры будут пополнять в банкоматной сетке, ну и посредством P2P там себестоимость где-то будет... Не, я это понимаю, но если вы на рынок идете и что-то предлагаете, то есть не заставляя там... Естественно, когда зарплатный проект есть, да, он бесплатно пополняется. Но останется ли плательщик там в том же банке, если его не устраивает средство управления счетом?